Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Продолжаем серию видеороликов про испытания однофазных реле напряжения. Напомню, что в прошлый раз я делал подробный обзор и испытания реле напряжения EZ9 от Schneider Electric, УЗМ-50С от Meander, РВ-5А от ЕКФ, СР-721-1 от Евроавтоматики и другие. В принципе, все перечисленные реле показали себя достойно, за исключением реле РВ-5А от ЕКФ. Обо всех подробностях смотрите в соответствующих видеороликах на канале. Сегодня же рассмотрим реле напряжения ВПД1 с номинальным током 60 А от уже известного вам китайского бренда Томзн. С производителем Томзн я вас уже знакомил на примере испытаний дифференциальных автоматов и блока автоматического ввода резерва, блока АВР. Данное реле можно приобрести на площадке Алиэкспресс примерно за 500-600 рублей с учетом доставки. Ссылочку на реле я оставлю в описании под видео. Как видите, стоимость невысокая и вполне конкурентно способна по сравнению с рассмотренными ранее реле, у которых цена находится в пределах от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. А потому и хочется проверить надежность и работоспособность данного реле в полном объеме. ВПД1 достаточно компактно и занимает всего два модуля. Крепление у него, естественно, осуществляется на стандартную ДИН-рейку. По пластику ничего отличительного не скажу. На ощупь он, в принципе, такой же, но может быть слегка чуть больше шероховатый. У китайского реле имеется дисплей с отображением уровня напряжения, что, естественно, не может не радовать. Я уже неоднократно говорил, что мне нравится, когда имеется как минимум индикация текущего уровня напряжения в сети. Как вы уже заметили, у реле отсутствует какая-либо возможность регулировки уставок срабатывания и его выдержки времени. С одной стороны, это действительно хорошо. Реле уже готово к эксплуатации. Выставлены все необходимые параметры уставки непосредственно производителям. Так сказать, установил и забыл. Этот вариант, скорее, больше подходит для обычных граждан, не совсем осведомленных в электрике. У реле нет ничего лишнего, что исключает некоторую ответственность за правильность его настройки. Вот даже у того же Шнайдера тоже нет никакой регулировки. Но лично для меня это, скорее, недостаток, нежели преимущество. Если честно, то я не понимаю такого решения. Наоборот, при наличии каких-либо регулировок, имеется возможность под свои нужды и свои потребности выставить необходимые уставки. В том числе, в зависимости от состояния конкретной сети. Вот, например, почему у данного реле уставка при понижении напряжения выставлена именно 170 вольт, ну, плюс-минус 5, погрешность, а не 190 вольт, например, или 200 вольт. Или почему уставка на повышение напряжения выставлена 270 вольт, плюс-минус погрешность, а не 250 или не 255 вольт. Ведь предельно допустимо отклонение напряжения, согласно ГОСТа, составляет всего 10%. Или производитель думает, что оборудование будет нормально функционировать, например, при тех же 170 вольтах, или при тех же 270 вольтах, и нет необходимости отключать потребителя от сети. Ну, что-то я как-то сомневаюсь. Если еще при 170 вольтах что-то будет там маломальски работать, то при 270 вольтах имеется явный риск, то устройство, электроприборы и прочее оборудование, электрооборудование достаточно быстро выйдет из строя. Помимо всего перечисленного, у данного реле нет возможности настройки выдержки времени при восстановлении питания. Так сказать, функция АПВ, автоматическое повторное включение. Выдержка времени при восстановлении питания здесь, вот Recovery Time, фиксирована и составляет 60 секунд. В принципе, не так и плохо. У Шнайдера, например, было и того меньше, 30 секунд. Тем не менее, я бы сделал ее, ну, как минимум, минут 5-6, чтобы не убить компрессор холодильника и прочего подобного оборудования. Информацию по температуре эксплуатации реле я нигде не нашел, а потому здесь остается только догадываться. В любом случае, применять его в уличных условиях я бы, наверное, скорее не рискнул. А вот в обычном щите сухого помещения с температурой 20 градусов, почему бы и нет. Коммутационная стойкость реле составляет 100 тысяч коммутаций, как, в принципе, у всех рассмотренных ранее мною реле. Подключается оно так же, как у УЗМ и Шнайдер. Разница здесь лишь в расположении стороны питания. У рассмотренного реле ВПД-1 питание подается на верхние клеммы, а нагрузка подключается на нижние. А вот у Шнайдера было наоборот. Я уже неоднократно рассказывал про подключение подобных реле. Ну, тут быстренько напомню, что подключать в сеть его можно двумя способами. Первый вариант я предпочитаю больше, так как при этом мы защищаем не только электрооборудование своего дома, но и сам непосредственно счетчик электрической энергии. Ведь при повышении напряжения компоненты электронного счетчика также могут выйти из строя. Ну, а второй вариант то же самое, только мы меняем местами реле и счетчик. Сечение подключаемых проводников к клеммам реле в технических характеристиках также не указано. Ну, визуально это не менее 25 квадратных миллиметров. Сами клеммы никак не защищены от случайного прикосновения, как это у нас, например, сделано у Шнайдера с помощью вот таких пластиковых накладок на клеммы. Вот я подключил реле. Как видите, на дисплее отображается уровень текущего напряжения. Это 224 вольта. Здесь горит у нас зеленый индикатор РТ. Так, а по ритому у нас напряжение выставлено ровно 221 вольт. То есть разница примерно в 3 вольта. Ну, в принципе, здесь особой точности и не нужно. Это же не высокоточный электроизмерительный прибор. Так, давайте напряжение увеличим до напряжения уставки. Напомню, что напряжение срабатывания при повышении напряжения у нас составляет 270 вольт плюс-минус 5 вольт. Так, поехали. 270. Ну, по ритому 266, здесь 270. Давайте еще немножко. Оп! 269 вольт по ритому 272 вольта на реле. Загорелся индикатор превышения напряжения. Реле у нас сработало. Только почему-то не изменился вот этот зеленый индикатор. Напомню, что время срабатывания реле составляет у нас 1 секунду. Давайте уменьшим напряжение. 250. Оп! Вот сейчас 248 вольт. Ну, 252 по реле. И начал моргать у нас наш индикатор. Это говорит о том, что включилась функция АПВ. То есть, напряжение у нас пришло как бы в норму. И через буквально 1 минуту, 60 секунд, вот у нас идет recovery time. Реле у нас подключит нагрузку к сети. Оп! Все готово. Ну, что-то мне показалось, что времени прошло гораздо меньше. Ну, давайте теперь приведем в норму. И попробуем проверить реле на уставку срабатывания при понижении напряжения. Напомню, что уставка у нас составляет 170 вольт. Оп! 168 вольт по ритому. Ну, здесь 169. То есть, реле у нас сработало и отключило нашу нагрузку. И давайте заново. Оп! Заморгало. Отчет пошел. Идет выдержка времени АПВ. Давайте посмотрим здесь, какая будет выдержка. То есть, при 170 вольт срабатывания, при 190 вольт это у нас возврат. Оп! Так же примерно 30 секунд. Давайте посмотрим вообще минимальное значение, какое сможет отобразить данное реле. Вот у меня сейчас 80 вольт, 81, 73, 71, 70 и все. Пишет L, то есть low. Вот я ниже уменьшаю. Сейчас вот 5 вольт и реле у нас погасло. От 70 начинает снова работать индикация. Но только почему-то стали моргать оба значения, больше и меньше. Помните, я вам говорил, что у меня появилась идея проверить большинство однофазных реле напряжением 440 вольт. Ну и естественно, это реле у нас не исключение. В технических характеристиках указан рабочий диапазон реле от 160 вольт до 275 вольт. Но на самом деле у меня имеются некоторые сомнения и опасения, что реле, данное реле напряжение 440 вольт не выдержит. Тем не менее, проверить нужно. Итак, поехали. Вот 441 даже вольт получается. Ну и давайте, как и все остальные реле, мы будем его держать этим напряжением в течение 30 минут. А что, чем он отличается от других? Ничем. Ну что, прошло уже даже больше, чем 30 минут, более получаса. И, как мы видим, реле у нас все еще отображает уровень напряжения. Нисколечко у нас не горячее оно. Никакого запаха, никакого оплавления и тому подобное я не наблюдаю. И сейчас мы проверим работоспособность реле после данного эксперимента. То есть я сейчас снижаю напряжение до 220 вольт. Пока испытывал данное реле, ну что, полчаса сидеть, ждать, решил провести впервые прямой эфир в Инстаграме. Всего набралось у меня 50 зрителей. Очень приятно. Ну, правда, мало вопросов позадавали, мало пообщались, но тем не менее. Оп, все. То есть АПВ у нас отработало и реле включило у нас нагрузку. То есть можно смело сказать, что реле у нас сохранило свою работоспособность. Замечательно. Просто замечательно. Я искренне не верил, что данное реле выдержит этот тест. Ну, а про прямой эфир я не договорил. В общем, возможно, что возьму на вооружение себе данное мероприятие и буду стараться почаще выходить в прямой эфир. Может пообщаться с кем-то, позадавать вопросы и так далее. Ну, как видите, далее я решил разобрать реле, чтобы посмотреть его схемотехнику и характеристику внутреннего реле. Разбирается, кстати, оно, в отличие от всех других рассмотренных реле, достаточно просто. Вот оно крепится на двух саморезах. Никаких защелок нет. То есть вот это у нас нулевой проводник, который идет напрямую. Так, а это у нас фаза. То есть фаза у нас приходит на контакт реле и вот у нас уходит дальше на нагрузку. То есть коммутируется с помощью этого реле. Присоединение проводников к реле осуществляется с помощью сварки, скорее всего. Я вам скажу, что выглядит достаточно надежно, качественно. К сожалению, я не вижу номинал нашего реле. Ну, здесь вы видите, имеется небольшой баристер, который защищает от различных импульсных сетевых перенапряжений и тому подобное. К плате претензий нет. На плате тут все чистенько, аккуратненько, никаких следов флюса. В общем, мне удалось рассмотреть номинал этого реле. Оно составляет 60 ампер. Собственно, как и заявлено непосредственно в технических характеристиках. Почему я акцентирую на этом внимание? Дело в том, что, например, тот же Schneider Electric EZ9 реле напряжения, оно имеет номинальный ток 40 ампер. А внутри установлено у него реле аж на 90 ампер. То есть с запасом больше, чем в два раза. У SZM50C была аналогичная ситуация, насколько я помню. И такое практикуется практически с каждым реле. Здесь же сколько заявлено, столько и установлено. Сами все реле по принципу одинаковые. Это поляризованное реле. То есть оно у нас работает только в момент коммутации. Переключает свой контакт. Преимущество данных реле в том, что они потребляют электрическую энергию только в момент коммутации. Реле имеет минимум собственного потребления. И как заявлено у данного реле, собственное потребление составляет даже менее, чем 2 ватта. Далее я хочу проверить реле номинальным током 60 ампер. Для этого мне пришлось здесь немножко разобрать схему. То есть отделить силовую часть от контрольную. То есть это у нас контроль напряжения. Я сюда подал сетевое напряжение 220 вольт. А на силовые выводы, вот эти вот, которые проходят у нас непосредственно через контакт встроенной реле, подадим ток 60 ампер. Навожу 60 ампер. Вот так вот оставлю. Пусть будет 62. Ничего страшного. И время у нас пошло. Еще имеется корпус сверху, который несколько увеличивает температуру. Но хотя бы посмотрим, какие элементы при таком токе греются. Возможно, греется сильно контакт. Возможно, где-то греется печатная плата. Ток у нас 62 ампера. Время прошло 1078 секунд. Ну, это практически 20 минут. Здесь у нас все работает. Контакт реле замкнут. Ничего тут критического визуально не видно. Ну, сначала давайте посмотрим температуру нагрева со стороны печатной платы. Вот здесь вот у нас 40 градусов. Это у нас выводы реле катушки. Максимальная температура на данной картинке 49 градусов. То есть, это температура проводников. Здесь картинка у нас поинтереснее. Максимальная температура 56 градусов. Это как раз вот в верхней части реле, где находится непосредственно контакт. Как раз в верхней части находятся выводы. И, соответственно, здесь же находится наш контакт. Ничего критического в принципе нет. При таком токе, при токе 60 ампер, даже чуть больше 62 ампера, это вполне приемлемая температура. Вот все еще продолжаю прогружать реле током. 1300 секунд. Ну что, идем далее. Теперь попробуем отключить такой ток этим реле. Попробуем раз 10-20 сделать. Посмотрим, как оно коммутирует такой заявленный ток. Поехали. Раз. Оп, включилось. Опять отключаю. Оп, включилось. Отключаем. Включилось. Третий раз. Отключаем. Включилось. Четвертый раз. Отключаем. Но весь процесс я показывать не буду. Сделаю раз 15. И потом посмотрим результаты. Так, ну вот все. Я 15 раз коммутировал. Ток я сейчас отключаю. Питание я отключаю. Ну, реле у нас пока все стабильно. Все 15 раз скоммутировал. Не залип контакт, ничего. Ну, сейчас, наверное, вскроем. Посмотрим его состояние. Вот я разобрал реле. Ну, я и раньше уже показывал. Это у нас поляризованная катушка. Здесь у нас переключатель. Видите, сейчас он немножко тут выпал. Так, а вот сама контактная система. Все то же самое, как и раньше. То есть, вот у нас так происходит управление. Ничего я там критического не вижу. Ну, есть небольшое там пятно контакта. Вот у нас катушка. И вон те два вывода у ней. Вот они в этом месте. Вот они на плате. Как раз таки и происходил нагрев. Небольшой. Ну, а вот сама крышка нашего реле. То есть, как видите, это 60 ампер. То есть, 60 ампер, 250 вольт переменки. Это параметры коммутации контакта. 9 вольт DC. Это управление. То есть, 9 вольт постоянки. Ну, естественно, Китай. Ну, вот, в принципе, на этом, наверное, и все. Вот такие я провел испытания данному реле напряжения от компании Tomzen. В заключении могу сказать, что реле достойно выдержало испытания и вполне пригодно для эксплуатации. Кстати, у Tomzen имеется еще вот такое реле. Это называлось ВПД-1. А здесь ТОВПД-1. Оно уже идет на 63 ампера. Оно уже имеет дисплей индикации как напряжения, так и тока. Имеется здесь уже регулировка уставок. Это, скорее всего, уже является более модернизированной серией. Вот, у них даже одинаковые корпуса. Видите? Вот. Если вам интересно, то я могу снять отдельное видео по этому реле напряжения. Ну, а на этом, наверное, я завершаю свое видео. Всем, кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok